За их плечами сотни выставок, педагогическая карьера, почетные звания. Но выпускники 70-х-80-х годов худграф ЧГПУ имени Яковлева заметно нервничают, как тогда на защите дипломных работ, в то время как маэстро Ильвель Федоров внимательно всматривается в каждое из представленных полотен. Народный художник России, действительно член Российской Академии Художеств, председатель Союза художников Чувашии, он дал своим ученикам путевку в мир большого искусства. И сегодня они, переполненные чувствами волнения и благодарности, представляют на суд зрителей свои работы. Анатолий Иванович Борисов, как и другие участники выставки, с чувством гордости говорит о том, что был учеником Федорова. Ребек Федорович, это наш настолько авторитет. Почему наша, в общем-то, афиша называется? Мы учились, учимся и будем учиться у него всю жизнь, оставшуюся, потому что он для нас кумир, он мастер величайший, просто величайший. То есть равных рядом, просто с ним нет никого. И помимо того, что он просто наш друг, все эти годы, когда мы закончили этот институт наш, мы постоянно контактировали. Конечно, наши контакты, они всегда, так сказать, носили творческий характер, потому что действительно было чему поучиться. 39 лет посвятил профессор Федоров педагогическому призванию. За эти годы сотни студентов прошли школу живописи у мастера. Многие из них стали профессионалами, членами Союза художников России. В соприкосновении с начинающими художниками признанного маэстро создавался и продолжает создаваться благотворный мир общения, полезный для творческого роста молодых дарований. Не случайно творческие биографии многих известных живописцев, скульпторов, графиков начинаются со слов признательности своему учителю. Спасибо, Ревелий Федорович, за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы нам многое дали. Вы не только учили нас под законом живописи, вы еще учили человеческий закон. В выставке приняли участие 24 художника, выпускники худграфа 70-80-х годов из республики Татарстан. Когда-то они все устремились в Чувашию с надеждой получить высшее образование, но, как признаются сейчас, получили больше. Прославленные мастера, среди которых был Ревель Федоров, научили их быть настоящими художниками. Сам же маэстро, выступая перед присутствующими, отметил, люди, стоящие перед вами, состоялись не потому, что освоили учебную программу, а потому, что стали выше нее. Как они назвали, мы ученики Ревеля. Нет, перед вами стоят художники нашего времени. Срелые, талантливые. Каждый из них имеет собственное лицо. Действительно, несмотря на то, что художники по сей день продолжают соотносить свое творчество с творчеством Ревеля Федорова, каждый из них сумел сохранить свой неповторимый стиль. Данная экспозиция, сочетающая в себе более ста работ, представляет творчество великого мастера, лидера, чей творческий авторитет объединяет вокруг себя художников старшего и молодого поколения. Пройдя и посмотрев на все работы, удивляет высочайшее качество работы и разнообразие. Но самое главное достоинство для Нового Чебоксарска будет то, что в течение трех недель эту выставку посмотрят подготовительные группы детских садов по специальной программе, посмотрят первые и вторые классы наших школ, которые заключили с нами договора, и на базе этой выставки они получат знания об изобразительном искусстве, как академика Федорова, нашего народного художника России, и также более 20 художников Татарстана.